Ивану Дробышеву всего 26, но молодого художника сегодня уже поздравляют с открытием его первой персональной выставки. Площадкой для экспозиции стал конференц-зал Центральной районной библиотеки. Что-то где-то видел, что-то где-то понравилось, что-то где-то запомнил и попытался воспроизвести. Почти два десятка картин, и все они датированы 2020 годом. Именно тогда, после долгого перерыва, а в детстве Иван учился в художественной школе, молодой человек вновь взял в руки кисть. Долгие месяцы пандемии оказались для художника очень плодотворными. Надо брать пример с Ивана, потому что человек не сидит в телефоне, не смотрит телевизор, а вдохновляется поездками, картинами других художников и творит вот такие потрясающие вещи. Лавандовые поля итальянского Прованса, романтичные мосты Вероны, Крым и Кавказ. Автор путешествует по разным странам и континентам. На полотнах запечатлены пейзажи, цветы, горы, замки. Любимая авторская техника – масло, но есть и работы гуашью, цветными карандашами. По словам Ивана Дробышева, он только начинает свой путь в искусстве. Художник поделился с нами своими планами. В идеале хотелось бы, конечно, начать обучение. Ну, что-то уже более-менее профессиональное, не только, то есть своего опыта. Хочется снова пойти на какие-нибудь там курсы художественные, чтобы продвигать свои знания дальше. Живописные полотна нашли отлик у посетителей экспозиции. Очень атмосферные картины. То есть на каждую хочется отдельно уделить внимание. Вот когда Ваня рассказывал, действительно кажется, это какая-то маленькая история. Это очень здорово, мне кажется, когда художнику получилось донести именно ту атмосферу, которую он изначально представлял, когда рисовал. Выставка продлится целый месяц. Познакомиться с творчеством Ивана Дробышева может каждый желающий. Двери библиотеки всегда открыты. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова